Какой чудесный день на даче, но я любуюсь с жуками. Надёжно защитит урожай от колорадского жука, проволочника и болезней. Обработка клубней картофеля престижем перед посадкой. Престиж. Не дай себя согнуть. Проверь код защиты от подделки. Субтитры создавал DimaTorzok Нужно менять культуры на одном и том же месте. То есть нельзя выращивать на одном и том же месте растения, относящиеся к одному семейству. Почва истощается. Именно становится меньше определённых микро- и макроэлементов. Поэтому после сбора урожая какой-то определённой культуры, когда у вас освобождается свободное место, в течение всего тёплого времени года высевайте белую горчицу. Белая горчица поступает в реализацию в самой разнообразной упаковке. Может быть, в таких обычных белых пакетиках, может быть, в таких цветных пакетиках. Так вот, даже сейчас можно посеять белую горчицу. И если осень будет тёплой, то она успеет цвести. Но в любом случае, даже если просто появится такая вот зелёная масса, и затем белую горчицу заделать в почву, то получается колоссальный эффект. Белая горчица обеззараживает почву. Кроме того, она обогащает её азотом. И что очень важно, она улучшает структуру почвы. Сейчас очень важно провести полив сада. Не только плодовые деревья нужно поливать, но также ягодные кустарники и декоративные растения, я имею в виду многолетние. И ещё сейчас очень важно под плодовые культуры, ягодные кустарники, внести удобрения. Мы сейчас носим фосфорно-калийные удобрения. Можно также использовать такое удобрение, которое называется смешанное удобрение с микроэлементами. Чем интересно это удобрение фирмы Фаско? Тем, что здесь калий 57%. Остальные микроэлементы. Так вот, именно калий способствует повышению морозостойкости самых разнообразных культур. Это удобрение, как и любое фосфорно-калийное, нужно внести в почву и обязательно заделать в грунт, после этого провести обильный полив. Если в вашем саду много плодовых деревьев, то обязательно необходимо удалить из-под них опавшие листья. А с самих деревьев нужно снять так называемые мумифицированные плоды. Они являются источником самой разнообразной инфекции. Так вот, листья можно положить в компост, а также можно их просто сжечь, а за лужи использовать как калийное удобрение, то есть рассыпать по вашему участку. Что касается медведки, а также личинок майского жука-хруща, то, конечно, тоже есть препараты. Вот медведь называется препарат Медветокс. Кстати, его также можно использовать и для борьбы с муравьями. Но эти препараты Медветокс для борьбы с медведкой и муравьями, а также препарат Валар от хруща, то есть личинок майского жука, уже можно будет использовать в весеннее время, именно в момент посадки самых разнообразных культур. И еще, дорогие друзья, сейчас можно провести третью, заключительную в этом году обработку плодовых деревьев от комплекса грибных заболеваний. Сейчас довольно прохладная погода, и можно использовать такой препарат, который называется Хорус. Так вот, Хорус, один пакетик Хоруса, 2 грамма, мы разводим в 4 литрах воды и проводим опрыскивание для того, чтобы уменьшить или вообще избежать поражения деревьев различными грибными инфекциями. Ну, а на сегодня это все. Спасибо за внимание. Я желаю вам удачи и не только на даче. Террасол – комплексные минеральные удобрения нового поколения. Разработаны с использованием уникального природного препарата Bisol Bifid. Содержат полный состав питательных веществ и микроэлементов для подкорбки любых овощных и декоративных культур. Формула здорового роста, развития и силы растений в одной грануле. Террасол – шедевр в мире удобрений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова